749 миллионов рублей требуется Староскорскому городскому округу на покрытие дефицита бюджета. За согласием на оформление кредитов в 640 миллионов рублей администрация обратилась к депутатам. Одобрение получено на очередном заседании Совета. Кроме этого, здесь согласовали увеличение зарплаты в органах местного самоуправления, передачу муниципальную собственность новой школы, выполнение наказов избирателей, рассмотрели другие вопросы. Подробности в нашем репортаже. На трибуне женский триумвират. Председательствует Татьяна Карпачева. Первый вопрос – одобрение на кредит в 640 миллионов рублей. Процентная ставка, как и для физлиц, отнюдь не низкая. Согласно формулировке, не более 14%. То есть сверхосновного долга наш округ отдаст банку почти 90 миллионов рублей. Но и без кредита свести концы с концами не получается. Деньги нужны на зарплату бюджетникам и погашение прежних долговых обязательств. По состоянию на 1 сентября 2023 года сумма долговых обязательств по бюджету городского округа составляет 1 миллиард 706 миллионов рублей. Бюджет городского округа на 2023 год утвержден с дефицитом в размере 429,7 миллионов рублей. Учитывая, что в 2023 году не поступили платежи по земельному налогу от акционерного общества Столинский ГОК в сумме 153 миллиона рублей, а также прогнозируются выпадающие доходы 43,3 миллиона рублей, возникает риск неисполнения принятых расходных обязательств. Депутаты согласия на сделку дали. Одобрили и увеличение оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих их в органах местного самоуправления. С 1 октября индексация составит 5,5%. Еще один пункт повестки касался управления имуществом. Совет поддержал предложение администрации о передаче из государственной собственности в муниципальную здание начальной школы на 100 мест по улице Архангельской. Несколько вопросов касались внесения изменений в местные правовые акты касательно благоустройства, в частности брошенных на улицах бесхозных машин. Теперь выдавать предписание об устранении нарушений можно по итогам выездного обследования. Проголосовали депутаты из-за приведения в соответствии с законодательством положения об управлении по физкультуре и спорту. Это связано с изменением организационно-правовой формы спортшкол. Организации физкультурно-спортивной направленности переименованы в организации дополнительного образования, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта. Депутаты сказали да и поддержке льготников. Теперь при продаже муниципальной земли по ДЖС для этой категории граждан цена участков составит лишь 0,01% от кадастровой стоимости. Заслушали на совете отчеты выполнения депутатских наказов. Рассмотрели вопрос приватизации муниципального имущества, предоставления жилья по соцнайму. Кроме того, народные избранники выдвинули главу администрации Андрея Чеснокова делегатом от Староскольского округа на 14-й съезд членов ассоциации Совет муниципальных образований Белгородской области. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал.